Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Добрый день, дамы и господа, леди джентльны, здравствуйте. Сегодня у нас действительно программа Другой Мир. Очень приятно видеть в нашей студии двух очаровательных дам, которые пришли сегодня к нам для того, чтобы мы поговорили на очень деликатные и важные темы. Мы будем сегодня говорить о вумбилдинге. Ну, давайте сначала поздороваемся, как-то познакомимся. У нас сегодня в гостях Димантра и Татьяна Дамы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, и давайте сразу, как говорится, с места в карьер, потому что тема действительно у нас очень деликатная, я бы даже сказал, животрепещущая. Тут мы за эфиром уже с женщинами пообщались, и они сказали, что это чрезвычайно важно для полного понимания происходящего вокруг, особенно для женщин, как впрочем, и для мужчин. И вообще, что такое вумбилдинг? Я так понимаю, что вы представляете федерацию вумбилдинга в России, и каким-то образом здесь теперь уже вы в Латвии, в Риге. Расскажите уже, пожалуйста, что такое вумбилдинг и с чем его, собственно говоря, едят. Ну, вот это пришло из России, из федерации вумбилдинга президентской Олги Никитиной, и мы обучались когда-то, и это вообще-то для каждой женщины, для любой женщины, для здоровья, для гигиены. Интимные мышцы существуют же такие. Раньше, может быть, об этом не знали, но есть народы, национальности, где знают до тех пор, и обучают мамы своих дочерей, и это нормальная тема для любой-любой женщины. Ну, знаете, вот, если честно, я как человек несведущий, не очень продвинутый в этой теме, и мне пришлось перекопать массу информации для того, чтобы, во-первых, узнать, что такое вумбилдинг. Мы знаем, что с английского билдинг – это построение, созидание, а вум – это то, что касается как раз женской интимных мышц. Как раз это, как раз это. Хорошо, расскажите, для чего это нужно, и, ну, в первую очередь, для чего? Для чего? И кому? Кому – это каждая женщина, от любого возраста до любого возраста, это для того, чтобы она чувствовала очень себя прекрасно в любом возрасте, чтобы самооценка была, чтобы молодость была, и это вообще-то гигиена мышцевой системы внутри. Это так же, как мы качаем мышцы в залах с тренажёрами, так же мы можем качать интимные мышцы, и это для того, чтобы была здоровая, чтобы родить детей, чтобы после рода восстановиться, чтобы это, вот, чтобы быть молодой и чтобы быть любимой для своего мужа. Ну, у меня тут сразу параллельно куча вопросов возникает, потому что если мы говорим, в первую очередь, о гигиене и о здоровье, наверное, да, потому что, как говорил Чехов, в человеке всё должно быть прекрасное тело, в частности, и, наверное, в первую очередь, поскольку тело – это наша форма. Ну, и каким образом это всё-таки считается, ну, не знаю, вы говорили о любви, поскольку у нас 14 число, тут уже не за горами, и тем наверняка будет действительно актуально не только для женщин, как, впрочем, и для мужчин. Ну, каким образом это влияет на чувства в парах, в отношениях? Расскажите немножко, может быть, об этом. Ну, чувства – это самое-самое важное в паре. Вообще-то мы все любви ищущие существа. В поисках? Конечно. И как-то эту любовь передать друг другу надо. И сексуальность – это такая, как будто более такая инстинктивная тяга. Но всё-таки, чтобы пара держалась вместе долго, веками, может быть, сказать, десятилетиями, до конца жизни, надо что-то больше, чем инстинктов. И вот как раз об этом, чтобы эта наша жизненная часть сексуальности была жива в парах. То есть вы хотите сказать, что сексуальность можно прокачать, да? Мышцы можно прокачать. Сексуальность… Ну, смотрите, здесь, извините, здесь можно прокачать мышцы, но когда мы качаем мышцы, здесь всё взаимосвязано. Вот смотрите, давайте на примерах, наверное, мужчинам проще понять, на примере мужского бодибилдинга. Да. Да? Мужчины приходят, кто… бодибилдеры, они очень любят, они, правда, они от этого кайфуют, они приходят в зал, они качаются часами, у них программа, они там, в общем, они живут этим. И, естественно, у них вырабатываются гормоны, все это знают, мужчины, да? Да, безусловно. Особенно те, которые увлекаются этим. То же самое происходит и у женщины. По большому счёту, да, то же самое происходит у женщины, когда она занимается, не надо представлять, что она там штангу куда-то вешает. Это не так, да? Оно выглядит очень всё прилично, да? Поэтому то же самое происходит у женщины, когда начинается… Это просто тонус, тонус любой мышцы вообще. Любую мышцу, мы говорим, сейчас фейсбилдинг очень популярен, да? Если женщины нас слушают, они знают, о чём речь, что сейчас фейсбилдингом занимаются, на этом зарабатывают, и это тренд. Ну вот, и мы хотим, чтобы и вумбилдинг стал таким же трендом, потому что это не менее важно. Скажите тогда, а для кого вообще подобные практики, на кого они рассчитаны? Для обычных женщин, для женщин, которые хотят, не знаю, манипулироваться или, может быть, привлекать мужчин в большей степени? Или для обычных пар, которые, не знаю, в семье уже, может быть, много лет как-то хотели бы разнообразить свои отношения? Опять про любви. Да. Без любви вообще-то трудно. Вообще трудно и лучше не нужно, да? Но это как раз, чтобы пара держалась вместе, чтобы эта сексуальная жизнь была такая насыщенная. И, конечно, это удовольствие. Когда вот сама оценка такая на высоте для женщины, конечно, для мужчины это тоже, и это обоюдно. Женщина очень мотивирует мужчину тоже интересоваться этой частью жизни. И как раз это удовольствие для друг друга. Ну, конечно, без любви вообще не советуется. Ну, знаете, если без любви вообще в нашем мире ничего не происходит. Да, вообще не происходит. Так что мы о любви. Мы говорим о любви. Как говорил дядюшка Фрейд, он говорил, что вообще всё то, что происходит в нашей жизни, оно мотивируется. Только желанием покорить противоположный пол. Так оно действительно и существует. Потому что все наши действия, если как-то задуматься, то они связаны с тем, чтобы покорить действительно противоположный пол. Звоевать его, в конце концов, все подвиги, которые совершали рыцари и мужчины, они совершают во имя женщин. Как женщин, впрочем, наверняка и наоборот, для того, чтобы привлечь внимание противоположного пола. Но в данном случае мне всегда почему-то казалось, что так или иначе всё происходит в сознании в первую очередь. А мы сегодня говорим о прокачке определённых мышц. Как это сочетается с пониманием, самооценкой женщин? Ведь это, собственно говоря, не видно. Это можно только прочувствовать уже в непосредственной близости. Вы знаете, видно. В лицо видно. По выражению глаз. Вы не поверите, да, видно. Девочки рассказывали, на своём опыте испытывали, когда проходишь тренинг, выходишь с тренинга, девочки выходят. Правда, мужчины оглядываются. Вот, ну, не поверите. Это не самоцель, поверьте мне, да. А просто энергия женщины, она настолько раскручивается. Вы, наверное, слышали, есть разные женские тренинги. Сейчас куча всего. На этом тоже делаются большие деньги, проводятся женские тренинги. Что, как надо уметь, куда, чего. Этого полно всего, да. Но речь идёт о том, что физиологически женщина, ну, я говорю, мы уже повторяемся, да, что она, она правда, у неё гормоны, всё, физиология начинает работать. Гормональный фон улучшается. Как после любой тренировки. Понимаете? И, соответственно, когда у неё улучшается гормональный фон, она и выглядит. У неё сразу глаза горят. Ну, как женщину, её видно сразу, да. Давайте мы напомним, что мы говорим сегодня о вумбилдинге. Это такая, значит, очень деликатная тема, да, что мы можем точно только подключить. Что-то в животе, да. Вообще-то внутри живота это. Невозможно видеть глазами это. Конечно, существует такая мышцевая система, которая глазами не видна, но существующая, и от которой зависит очень много, как тело работает, как гормоны. Мы сейчас говорим о физиологии. Да, если говорить о физиологии, то нужно было бы признать, что мы все гормональные роботы. То есть у нас есть мозг, это компьютер, который работает под воздействием определённых гормонов, которые вырабатываются в нашем организме и создают, ну уж не знаю, как-то наши поведенческие системы. Если в этом смысле предположить, что определённый гормон вырабатывается в процессе, я так понимаю, тренировок, да, верно? Да, женщины получают какую-то определённую дозу гормонов, и что происходит в результате с женским организмом, не только на физиологическом плане, но и на социальном, этот аспект, мне кажется, не менее интересен. Она наполняется энергией прежде всего. И знаете, хочется любить, хочется дарить, хочется кому-то дать вот это благо, которое вот как будто Богом создано внутри нас, и хочется делиться этим, и мы называем это любовью. Вот смотрите, я вам сейчас просто приведу пример. Если женщина не наполнена, я всё время говорю об энергетическом потенциале, и то, о чём мы будем говорить в наших передачах «Другой мир», это будут люди, которые так или иначе будут вдохновлять нас, наполнять нас энергией, потому что всё сейчас – это энергия. Да, не красота, красота, она уходит сейчас на второй план, поэтому женщины, которые вкладываются в пластические операции, это всё классно, но если у неё нет энергии, привлекательности нету, поэтому всё всё равно на энергетическом уровне происходит. Безусловно, согласен. Да, поэтому женщина, когда она наполнена, она может что-то дать мужчине. Если она не наполнена сама, если она измотана работой, каким-то домашним бытом, она на самом деле, да, глаза не горят, вы все прекрасно мужчины, все это знают. Почему так хорошо женщину периодически куда-то вывозить, что-то ей давать, что-то дарить, она наполняется, она смотрит, она получает удовольствие, она этим наполняется, и потом то, что она получила, она отдаёт мужчине. Да, это взаимосвязь. Это взаимосвязь, вот об этом мы говорим. Хорошо. Мы сегодня действительно говорим о том, что наполняет женские сердца, и как наполнить содержанием и смыслом женское тело, да, в данном случае. Мы говорим о вумбилдинге. Если вдруг у кого-то возникают вопросы, дорогие наши радиослушатели, вы можете дозвониться в прямой эфир от радиостанции «Болтком-93.9». Телефоны прямого эфира, ещё раз давайте напомним, 6721-2939, и у нас два телефона, 6721-3939. Звоните, да, кстати, у нас есть ещё и WhatsApp, можете свои смс-очки или вопросы к нам сюда в студию присылать по номеру 2306191, это номер WhatsApp. Звоните, присылайте, сегодня мы общаемся у нас с представителями Федерации вумбилдинга России. Кстати, у нас в Федерации пока… Я правильно называю? Нет, нет, здесь как раз представитель нашего латвийского… Латвийского? Да. Но в Латвию это привезло оттуда, Ольга Никитина. У нас была в гостях уже, когда 10 лет назад приехала к нам в гости президент Федерации России вумбилдинга. Она до сих пор каждый год приезжает. Она до сих пор приезжает, её зовут Ольга Никитина, совершенно очаровательная, харизматичная женщина, и она готовит инструкторов во всех городах России, в том числе и вот теперь и в Латвии у нас есть инструктор, и вот Димантра, она представляет свою академию женскую, где она проводит тренинги и где, в общем-то, они и обучают вумбилдингу. Поэтому вот вопрос, наверное, у многих может возникнуть такой, можно ли этим заниматься самим, или же всё-таки нужен инструктор? Обязательно, как всему, надо сперва научиться, а потом делать. Это абсолютно надо обучаться профессионально, потому что эта мышцевая система очень тонкая, там очень много чего с чем связано, и, конечно, это с тренажёром лучше всего, и, конечно, обучаться у инструктора. Индивидуальный подход, потому что я посмотрел вчера много информации, видеоинформации в Ютубе, где девушки рассказывают о том, как это лучше делать, и насколько можно изучать подобный материал удалённо по интернету, или нужен непосредственный контакт с инструктором. Ну вот об этом речь идёт. Сейчас очень много информации, и надо быть очень осторожным. Даже если мы говорим о тренажёрах, об этом Ольга тоже всё время говорила, что тренажёры, они могут быть очень разного качества, и, в принципе, здесь можно навредить. Потому что тренажёры, там надо к этому... Вот для этого нужен инструктор и школа. Когда уже женщина обучится, тогда уже ей даются какие-то определённые упражнения, и она может тренажёрам. Вот в Федерации Вэмбилдинга как раз навредить невозможно. Есть тренажёры, я стесняюсь спросить. Есть тренажёры. Есть тренажёры. Сейчас мы к этому подойдём. Да, тренажёры. Очень интересно. Навредить этими тренажёрами, они профессиональные, невозможно навредить. Но обучаться, действовать, как всему надо научиться. Об этом и есть... У меня такой вопрос. Для того, чтобы попасть, скажем, на тренинг, надо куда-то обращаться. Есть специальный, наверняка же, телефон и сайт, да? Или есть место, куда прийти? Конечно. Да, можно позвонить, можно в Москву приехать. Можно найти Демантры Академия, Женская Академия. Лайф-Арт Академия. Её можно найти. Она находится в старом городе, да? Да, это легко. Можно позвонить. Всегда можно связаться и записаться на курсы. Телефончики и адреса мы наверняка, скажем, в конце нашей беседы. Ну, а давайте про тренажёры поговорим. Там это действительно тема животрепещущая. Ну. Вот о тренажёрах надо, правда, говорить отдельно, потому что нельзя просто пойти и в интернете купить тренажёр или какие-то там яйца. И что-то делать там, да. Я извиняюсь, там есть ещё эти... Ну, то есть есть разные техники, китайские, есть разные техники. Поэтому, в общем-то, наверное, надо быть очень аккуратным. Да, очень аккуратным, потому что когда культура, через культуру, когда мамы передали дочкам, тогда было другое. Но сейчас всё-таки заново. Это научиться заново. И поэтому очень инструктор нужен для этого. Ну, раньше вот мы говорим наверняка о сексуальном воспитании. И можно было бы это обобщить как-то так. Ну, лучше про культуру сексуальную. Сексуальную культуру, хорошо. Ведь это передавалось от матери к дочке как-то так. А сейчас наверняка этот как-то институт семейный, он действительно как-то нивелируется, и общество берёт на себя вот эту вот воспитательную нагрузку, насколько я понимаю. Каким образом всё это действительно связано с тем, как женщина себя пытается реализовать в обществе? Что даёт занятие вумбилдингом? Давайте поговорим немножечко ещё и на эту тему социальную. для современной женщины в современном обществе. Женщина, которая владеет практикой вумбилдинга. Потому что если мы, не знаю, сделаем какую-то ретроспекцию историческую, женщины подобного плана очень, ну, скажем, были уважаемы в обществе, особенно мужчинами, по понятным причинам. Как сегодня происходит в этом смысле отношение между женщинами и мужчинами в отношениях в любви? Опять-таки всё ведь это наверняка связывается. Что сегодня по этому поводу? Что женщины получают в результате занятия вот этим? Опять о любви. Опять о любви. Мужчина, который был женщиной накачанными мышцами, это совсем другие ощущения, чем ненакачанные мышцы. И, конечно, это очень большая разница. И мужчины как раз это очень чувствуют на себя. И это мотивирует самых мужчин заниматься культурой сексуальности, заниматься даже этими мышцами, которые у мужчин чуть по-другому, но всё-таки существуют. Это тоже есть, да? Тоже есть, да. Интимные мышцы. Существует мужской вумбилдинг, я стесняюсь спросить. Есть, существует и мужской, конечно. Это, наверное, отдельная тема. Это отдельная тема. Опять существуют мужские тренажёры. Они профессиональные. В федерации они профессиональные для мужчин особенно. Но вот женщины всё-таки начинают обычно первые. Правда? Да, да. Ну, так устроено. Женщины более активны в современном мире. Это, в конце концов, доведёт до доверенных отношений. Потому что если нашёл мужчина такую женщину, а женщина нашла такого мужчину, они не будут друг друга менять. У меня возникает вполне логичный вопрос. Мне всегда казалось, что мышцы в данном случае, да, если мы говорим, конечно, всё-таки мышцы, они вторичны, да. Первичны всё-таки это чувства, это то, что в нашем сознании вызывает влечение, и вряд ли это связано целиком и полностью с формой, да, потому что всё-таки мы говорим о содержании, и содержание привлекает содержание души человеческой, привлекает в большей степени. Так мне казалось. Но это мы знаем из литературы, наверняка из разных источников. В данном случае вы говорите всё-таки о накачке мышц, прокачивании каких-то физиологических. Мы понимаем теперь, что это очень хорошо влияет на женское здоровье. Наверняка женщинам полезно, кто собирается рожать, наверное, потому что всё-таки это укрепляет и после рода. Это полезно всем женщинам. Вот правда, даже нельзя сказать. Те, кто собираются рожать, это, безусловно, классно, потому что они очень быстро потом, они легко рожают, легко восстанавливаются. Те, которые уже родили, они точно так же очень быстро приходят в свою форму и восстанавливаются. И это также очень-очень полезно для тех женщин, которые уже после 40, физиологически, когда мышцы сами по себе становятся уже… Да, но представляете, если надо пробежать 100 метров быстро, без тренировки. Вот как это будет? Пробегут. Но как потом? Что с мышцевой системой, если пробежать километры быстро? Если накачанные мышцы, то вот и это роды, да? Это по-другому будет. По-другому будет. Это просто… Есть люди, которые не бегут вообще и сексом не занимаются. Конечно, можно так. Можно по-другому, можно разно жить. Мы здесь рассказываем, мы здесь пытаемся вдохновить. Как я говорила, на этой передаче мы будем вдохновлять людей. В принципе, никто не призывает сейчас всем бежать, закупать тренажёры и начать качаться. Можно по-другому. Действительно, у каждого есть свой… То есть, правда, если человек не занимается вообще сексом, может быть, и правда, ему это неинтересно. Может, и не надо. Но я думаю, что об этом мы даже говорить не будем. Ну, как бы у каждого свои какие-то интересы. Но в данном случае речь идёт всё-таки прежде всего о здоровье. И вторичное – это, конечно, удовольствие, безусловно. Да, это такая гигиена ежедневной жизни. Вообще-то, это как нормальная, простая гигиена. Абсолютно нормальная. Я ещё раз говорю. Делать зарядку – это тоже считается нормальным. И это все знают. Потому что об этом говорят по телевизору, по радио. Везде говорят, что надо делать зарядку по утрам, чтобы сердце билось, чтобы всё было более или менее функционировало. Мы должны вставать утром и делать зарядку. Хотя бы 10 минут нам говорят. Так вот, мы говорим, хотя бы 10 минут. Просто возьмите, позанимайтесь. Давайте назовём это «прокачкой женского либидо». Очень классно назвать. Я думаю, что это было бы деликатно и наиболее подходящая формулировка была бы. Хорошо. Ну, давайте тогда… Я не знаю, у нас сейчас реклама должна быть, да? Сколько у нас там? Ещё буквально минутка. И я думаю, что… Да, давайте напомним ещё телефончики прямого эфира. Если у вас есть какие-то вопросы, связанные с нашей сегодняшней темой, ещё раз напомню, что мы сегодня говорим о вумбилдинге для женщин чрезвычайно актуальная тема. Которое, впрочем, и для мужчин, как мне стало теперь понятно, телефон прямого эфира 6-7-21-29-39. И второй телефон у нас 6-7-21-39-39. Два телефончика. И есть у нас ещё номер на WhatsApp. Двойка-3-0-6-1-9-1. Но продолжим буквально уже через несколько минут, пока у нас рекламка. И дальше животрепещущая тема. Всё это у нас в прямом эфире на Радио Болтком. Итак, напомню, у нас сегодня среда культурная. И у нас программа-цикл, точнее, передач «Другой мир». И мы пытаемся как-то этот мир действительно сделать обширным, раскрыть какие-то нюансы. И сегодня мы говорим о вумбилдинге. Чрезвычайно деликатной и важной, она не только, оказывается, для женщин, но и для мужчин тоже тема. Как сделать отношения более гармоничными. Это всё актуально ещё потому, что у нас на носу... Потрогайте, да? 14-е число. Совсем скоро день влюблённых. У нас сегодня представители Федерации вумбилдинга Димантра и Татьяна Дамы. Ещё раз добрый день. Здравствуйте. Продолжим нашу беседу. Напомню ещё раз телефоны 6721-2939, 6721-3939. Звоните, если у вас возникают какие-то вопросы. Мы говорили, для кого нужен вумбилдинг и как им заниматься. Мы так не до конца раскрыли тему тренажёров. Насколько они дорогие, насколько они важны, эти самые тренажёры. Где их можно приобретать? И нужно ли заниматься вумбилдингом дома? Или это нужно делать непосредственно под наблюдением специалистов? Как долго нужно этим заниматься? Расскажите немножечко на эту тему. Ну вот, как заниматься? Конечно, всё надо обучаться. Сперва всегда мы начинаем с учёбы. Тренажёры – это Федерация вумбилдинга России. И можно там заказать, можно разное. Но я не советую самим заниматься. Поэтому обучаться у инструкторов, которые обучены тоже там же. И когда научились, ну тогда уже можно самостоятельно. Навредить этим возможно только тогда, если неграмотно занимаются. Тренажёром самим навредить невозможно. Но возможно своим действием навредить. Как любой тренажёр. Если ты не так занимаешься, ну всё равно… Ну ты штангу начнёшь стягать больше, чем надо. Просто надорвёшься. Я всё равно перевожу на мужскую тему, чтобы было понятно сразу. Да. Это как обычно, вот обучаешься и потом занимаешься. Ну нельзя сразу взять 100 килограммов, да? Надо начинать всё-таки почувствовать. Соревнования есть потом какие-то на этот момент? Ой, не об этом мы. Речь не об этом. Я думаю, что в жизни есть, жизнь наша есть. Ну, наверное. Тусуются разные люди. Вы знаете, чтобы получить… Вот я просто хочу сказать, что это на самом деле, правда, серьёзное обучение, потому что, чтобы стать инструктором, это надо пройти не один курс, да? Потому что курс, он идёт постепенный. Действительно, сначала ты просто овладеваешь, начинаешь просто чувствовать эти мышцы, потому что есть женщины, которые их вообще не чувствуют. Потом ты постепенно-постепенно обучаешься. Потом следующий курс, там более усложнённый, даётся… И фактически даются упражнения, которые мы делаем просто, как гимнастику, но только уже с тренажёром, да? Вот таким образом происходит обучение. Если девушка хочет дальше обучаться, она идёт на следующий курс. И чтобы стать инструктором, это правда, надо очень… Вау, это очень серьёзное обучение. Это очень серьёзно. Это не даётся так легко и так просто. Это серьёзное обучение. Поэтому в каждом городе или максимум один инструктор обычно, да? Ну, при Балтике это вот один сейчас. Да. Это не я, это не я. Я только представитель академии. Хорошо, хорошо. Где можно найти инструкторов? Это опять Федерация Вумбилдинга. Откройте интернет, и там всё написано. Адрес какой в интернете? Если касается нашей латвийской… Это Вумбилдинг. Не-не, Антрочка, тогда это к Антрочке. Это в её академию. Да, тогда можно. Да, мы адрес озвучим без проблем. Если что касается других городов, то там всё действительно происходит в России. Эти знания к нам пришли оттуда. Да. Вот. И действительно тренажёры тоже заказываются через… Да, через Федерацию. Через Федерацию. Поэтому вот за эти тренажёры Ольга Никитина и Демантра, они отвечают, что они качественные, что они сертифицированные, что они действительно не навредят. А то, что покупают девочки в интернете, за это не отвечает никто. Да, да, да. Скажите, но ведь это не из России пришло, эти ведические знания. Они ведь из древности. Так или иначе, я говорил о том, что в старину женщины упражнялись с помощью нефритового шарика, который нужно было удерживать, и по мере продвижения скилла шарик уменьшался. Но это был как вариант. Да, но это пришло как раз, вот это обучение, эти тренажёрами, это от мужчины, который, это Муранивский, профессор Муранивский, который открыл уже, он уже нет, но он передал эти знания. И, конечно, в древности самым… Кстати, можешь рассказать эту историю, его вдохновение женщины, это очень интересная история. Да, это как Муранивский, профессор, который уже ушёл, как он нашёл эти знания. Он был такой, ну, он гордился, что он такой хороший любовник, у него были женщины, и как раз ему попалась кореянка, девушка из Кореи. И что-то она такого творила, что он был в таком восторге, и он начал интересоваться, что она делает по-другому, чем обычно. И он начал раскрыть, и потом понял, что надо тренировать мышцы, что каждая женщина это может, просто это не было в культуре. Ну вот, и вот этим и началось. Мужчина вдохновился, вот мы к чему. Да, мужчина вдохновился от женщин, которая владела мышцами. И создал вот такие, такую… Да, создал целую федерацию, которую сейчас управляет президент Олга Никитина, да, и это передаётся по всему миру. Она обучает инструкторей даже в Америке, в Англии, там повсюду она обучает. И, конечно, мы все рады, мы все благодарны, что это возможно и нам. То есть вы хотите сказать, милая дама, кроме здоровья, которое обеспечивает вумбилдинг, женщины ещё приобретают определённый, не знаю, энергетический какой-то запас, который они могут дарить. Это всё хорошо. Но в социальном плане, как это развивает женщину, как это её продвигает? Женщина, которая занимается вумбилдингом. Вот года идут, но стареть возможно… Ну, можно не стареть. Года могут быть. Но вот эта энергия, она поднимает дух. Она даёт молодость. Она даёт радость жизни. И это есть чем делиться с другими. Вот вы видели, например, фотографии в интернете бодибилдеров, которые в 80 лет берут веса, которые, в общем-то, обычный мужчина в 40 лет взять не может, да? Фотографии видел. Вот. Вот мы об этом. Вот мы об этом. Так и здесь, да? Это вообще-то культура, которая развивается. Я очень доступно пытаюсь, чтобы мужчинам было понятно. Вы знаете, что касается вообще тренажёрных залов, я думаю, что люди доходят как раз-таки для того, чтобы привлекать противоположный пол. Они накачивают мышцы для того, чтобы в глазах противоположного пола выглядеть привлекательными. Так устроена наша природа человеческая, что мы формы своей, как ни крутим, так или иначе, мы привлекаем противоположный пол, а потом уже содержанием покоряем. Ну, как-то так, да? В данном случае ведь мы формы это не видим. И если форма, она как-то связана с внутренним ощущением или настроением женщины, может быть, это проявляется в глазах. Женщина чувствует себя иначе. Да, знаете как? Я всё-таки думаю, что человек каждый стремится быть довольный сам собою. И только тогда вот эта любовь раскрывается. Через недовольствие это невозможно. И поэтому я думаю, что это просто шаг нравится себе, быть довольным собой. Да, я тоже не соглашусь, что люди ходят только для того, чтобы нравиться противоположному полу. Да, я тоже думаю, что это только... Я не соглашусь, потому что... Может, мужчинам так? Может быть, мужчинам так кажется. Я поэтому говорю, что... Нет, нет, у женщины такая же психология в этом смысле. Ну, по большому счёту, мужчины, я знаю, у меня сын занимается серьёзно бодибилдингом, и он реально, ему нравится. И он тоже, ему нравится себя чувствовать так. И я думаю, мужчины меня поймут. Это вопрос здоровья, это вопрос, я с вами согласен. Это вопрос энергетики, опять же, энергетики. Вот у него настроение плохое, он пошёл в зал, он пришёл, всё, у него совершенно другое настроение. Гормональный всплеск. Он прокачался, да? То же самое и у женщины. Она... А вы понимаете, что состояние мужчины, живущего рядом с женщиной, очень сильно, я бы сказала, настолько сильно зависит от... Настроения женщины. И настроения женщины. Я думаю, здесь никто не поспорит, да? Если женщина эмоционально, спокойно, удовлетворена, мы говорим в общем большом таком смысле, удовлетворена, что она довольна жизнью, она довольна собой, она чувствует себя хорошо, красиво, сексуально, соответственно, она может отдать мужчине столько всего. В наш век неудовлетворённостей, такой, знаете, глобальный... Это как кому? Нет, вообще, так принято, мы очень часто говорим, что вот то не так, это не так, многие вещи нас не удовлетворяют, да? То есть очень огромное количество неудовлетворённых женщин, как, впрочем, и мужчины, песен в литературе, это проявлено и в истории, всё это понятно. Вот поэтому мы здесь. Я и хотел спросить у вас, скажите, милые дамы, можно ли рассматривать этот путь, о котором вы сегодня рассказываете, назовём его так, не в кавычках, путь, который непременно приведёт к храму... В развитии. К храму, да, в развитии, храму, не знаю, любви, самооценки повышать, реноме в женском понимании, наверняка, как результат гармонии отношений. Вот я к чему, собственно говоря, всё пытаюсь свести. Ну вот и дошли. Вот мы и подошли к этому, да? Конечно, можно рассматривать. Гармония – это когда сам собой делишься, ну вот мужчину своему мужу передаёшь, детям от этого что? Довольные родители. То бишь можно это считать как новый виток, что ли, в развитии отношений, да? Потому что мы всё-таки говорим о людях, которые в паре. Это ведь не для промиску и тета. В конце концов это доведёт до пары. Да, доведёт. Даже если нет пары, то она будет. Да, будет. Хорошо. Ну что ж, телефон ещё раз давайте напомним. 6А. Я не знаю, звонит у нас что-то? Есть звоночек, да? А как? Что? Берём? Секундочку, у нас здесь сложность по технике. И у нас есть специально обученный для этого человек. У нас есть кто-то пытается нам дозвонить сейчас, и мы пытаемся звоночек, собственно, принять. Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Пётр. Пётр. Скажите, пожалуйста, вот благодаря этим методикам, которые обучаете, вы можете гарантировать, что эти женщины не превратятся в нимфоманки? И второй вопрос. Нимфоманки. А, в нимфоманки. Да, да. И второй вопрос. Как ваши уважаемые гости относятся к сквирту, и был ли у них сквирт? Спасибо. Спасибо вам. Знаете, мы всё-таки про любви. Когда человек здоровый, в психике, всё-таки всё доведёт до любви. Даже интимные мышцы, даже качать мышцы доведёт до любви. И поэтому всё-таки о здоровье и психологическое здоровье к этому. Да, и мы сейчас говорим о, скажем так, классических отношениях между мужчиной и женщиной, и о том, как это полезно в этих отношениях. Речь идёт об этом. Да, и если вот есть какое-то нездоровье ментальное, тогда вот это качание мышц всё-таки доведёт до того, чтобы и это вылечить, найти пути. Потому что когда накачанная энергия, она всё-таки будет прорывать дорогу на здоровье. Это как закон сохранения энергии. Она не может куда-то уйти, она должна трансформироваться. Сублимация, назовём её так. Да, и всё-таки человек, который будет заниматься с интимными мышцами, всё-таки в конце концов будет и вылечиться от ментальных всяких склонностей. Это доведёт, это такой, ну вот, обоюдный путь с двумя концами, или начинаешь с души, или заканчиваешь телом, или наоборот, всё-таки едино это. Поэтому люди, которые обучаются, они всё-таки ментально здоровье становятся или были уже. Да, сейчас речь не идёт об отклонениях каких-то. Да, мы говорим просто о элементарной гигиене физиологических отношений. Но физиологические отношения, в частности, интимная близость, она должна быть проявлена как чувство. Безусловно, конечно. Насколько я понимаю, если чувств нет, то это всё... Это трудно вообще, вообще о чём тогда? Зачем тогда секс? Да, нельзя ведь секс предполагать, что это комплекс каких-то упражнений физических. Конечно, конечно. Это всё-таки слияние энергетических уровней мужчины и женщины. Два начала, иньяни, они как-то объединяются воедино. И я, насколько я понимаю, что владеть этой техникой – это грамотно пытаться соединить эти два начала. Совершенно верно. Да, совершенно верно. Это всё-таки доведёт до единой такой, единой любви. И когда мы говорим про любви, это включает всё. Это включает и ментальный, и эмоциональный, и психоэмоциональный, и физический, разные уровни. Открытие пренатальных матриц достижения океанического оргазма. Не будем так далеко. Я надеюсь, что мы ответили на вопрос. Да. Хорошо. Да, спасибо, Петро. Актуально. Ещё раз. Телефоны 6721-2939, 6721-3939. Телефон номер на WhatsApp. Двойка-300-6191. Ну, звоните, задавайте вопросы. Давайте расскажем нашим радиослушателям, где можно было бы пройти вот эти тренинги по ВУМ-билдингу, куда нужно было бы обращаться, куда звонить, где искать в интернете, какой адрес, физический адрес. Ну, я лучше бы советовала найти вот федерацию ВУМ-билдинга, она под ВУМ-фит, ВУМ-билдинг, да, это страничные. Можно погуглить, наверное, да? Да, конечно, да, да, очень всё доступно. Да, уже сразу откроется, там очень много чего описано, это профессионально. Да, я советую всегда обращаться к профессионалам, не так, что по уголкам где-то, да, поэтому всё это описание лучше всего найти там. Но и если хочется обучаться, тогда можно и туда ехать, можно по разным городам, где есть инструктора, и можно и здесь, в Риге, найти, там есть телефоны, там есть адреса. У Демантри есть домички Академии на Фейсбуке и Инстаграме. Там лучше описано об этом, да? Там лучше ВУМ-фит, там есть на русском всё описано. Нет, речь идёт, где можно обучаться, можно прийти, у вас же есть какие-то тренинги, курсы. У инструктора, я всегда про профессиональность. Как зовут вашего инструктора? Ну, тогда, если будут звонить, мы скажем там, какой инструктор есть, и вот. Можно выбрать себе инструктор, да, их много? Можно выбрать, нет, не много, два. Два? Два. Ну, выбор есть в любом случае. Ну, хорошо. Оба у нас, оба у нас, так что, да, так что. Ну, я думаю, что среди наших радиослушателей есть люди, которые действительно заинтересовались этой темой. И ещё раз хочу напомнить, что для развития отношений, а мы говорим сейчас об отношении любовных, да, между партнёрами необходимы многие аспекты. И, в частности, в данном случае есть возможность это делать и профессионально с помощью ВУМ-билдинга. Господи, надо запомнить слово, чтобы выговаривать. Надо научиться новое слово. Через какое-то время вы будете легко произносить его. Среди ночи разбудни, меня буду произносить его. Обращайтесь, друзья мои, делайте ваши отношения более качественными, ищите любовь. Пускай действительно эти чувства, они будут воплощены не только на физиологическом уровне, но и через физиологию как-то перейдут и уже на уровень душевный. Так нужно было. Да, всё-таки при любви, всё-таки друг к другу прикасаемся и словами, и глазами, и телом прикасаемся. Смотрите, смотрите, у людей, которые интересуются йогическими практиками, йогой, да? Да. Ну, об этом гораздо больше людей знает. Там тоже есть тантра-йога, да? Это наука, которая рассказывает тоже о том, как строить… Кстати, есть даосские техники, да? То есть есть… Тантрические техники, да. Тантрические техники, да, даосские техники. И везде рассказывается тоже, в общем-то… Что всё нужно, ищенные мышцы. Да, оно всё равно там. И вопрос энергии, как происходит всё это, энергетический обмен между мужчиной и женщиной, да? И в тантрических практиках, и в даосских. И в данном случае здесь это не практика, как таковая, ну, как это мы называем, тантра, а это просто подготовка женщины любого возраста действительно энергетически быть наполненной. Вот просто, вот это всё очень просто, на самом деле не надо думать, что это что-то такое. Это просто наполненность женщины. Так же, как я говорю, когда любой человек, мужчина или женщина в форме физически, он в тонусе, вот, но слово «тонус» здесь вот очень хорошо подходит. Есть, кстати, и тонус мозга, да? То есть можно быть в тонусе, можно быть не в тонусе, да? Любой орган имеет свой какой-то тонус. Да, и просто эта тема была закрыта очень долгое время, поэтому такая странная. Мы очень рады, что есть вот такая возможность рассказать об этом. Убежать детей, всё-таки откуда они создаются, эти дети, да? Всё-таки мы живьём, откуда-то вышли, да? И вот, чтобы это было очень так, ну… Бесханжество. Качественно, да. И бесханжество, я вот что хотел сказать. Да, и бесханжество, да. Ну, чтобы к этому относиться абсолютно нормально. Здесь нет ничего… Абсолютно нормальная тема. Любая пара из-за этого создаются, и друг друга как-то любят до конца жизни. Чтобы это было интересно. В общем, за качественные отношения в паре, в любви. Да, заканчивается всё на паре. Рекомендовано нашим радиослушателям прокачивать эти чувства. Правильно я сказал? Прокачивать чувства. Прокачивать чувства – это тоже звучит клан, да? С помощью мышц и определённых тренингов, оказывается, такие существуют. Вумбилдинг рекомендованы. Ещё раз. Спасибо тогда. Ну что ж, я смотрю, у нас тут времечко уже подходит к завершению нашей беседы. Я так полагаю, что темы наших передач будут продолжаться. Ещё раз напомню, всё это в рамках цикла передач «Другой мир». Я могу анонсировать, наши дальнейшие встречи будут тоже не менее вдохновляющие. Мы будем встречаться в следующий раз с терапевтом, который будет рассказывать, что такое ауросома. Это тоже практически никому не известно. Поэтому, пожалуйста, с удовольствием ждём. Такие интересные теми. Ждём нашего эфира. Да, да, да. Потом будет про энергию рейки и так далее. То есть у нас уже есть целый план, как мы дальше будем вдохновлять наших слушателей. В общем, меняем наш мир, наполняем его различными полезными энергиями. Да, на самом деле мы ничего никому не навязываем. Правда, эта передача не о том, чтобы кого-то навязать, не упаси бог. Это информировать. Мы просто даём такую возможность узнать. И я считаю, что это классная возможность узнать. Нет идеального правильного пути. У каждого он свой. И каждый выберет. И, может быть, у кого-то через эти передачи откроются какие-то свои таланты. Это же будет вообще просто замечательно. Да, и мы самые благодарны, что когда-то об этом узнали. Поэтому и делимся с другими. Кому-то это будет полезно. Пусть этот путь, эта дорога непременно приведёт нас к храму. В умной книге. Хорошо, спасибо. Ещё раз напомню, у нас сегодня были представители Федерации Вумбилдинга, Димантра и Татьяна. Спасибо, милые дамы, за содержательную беседу как раз в преддверии 14 февраля дня. Всех влюблённых актуально и чрезвычайно. До новых услышаний. Спасибо. Всего хорошего. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok